Один день отец говорит сыну, нам сегодня нужно починить сарай, пожалуйста, пойди к соседям и попроси у них гвоздей. Через некоторое время сын возвращается и говорит, что соседи отказались что-либо давать. Я не могу поверить, какие они жадные, негодует отец. Окей, сын, пойди в наш подвал и возьми, принеси наши собственные гвозди. Почему люди постоянно замечают свои недостатки у других? Хазидизм отвечает на этот вопрос. Если бы вы были богом и вы бы видели человека, у которого есть определенный недостаток, над которым ему нужно работать, как бы вы ему об этом сообщили? Будучи богом, который правит всем миром, вы бы, наверное, организовали ситуации, в которых другие люди демонстрировали бы человеку его же поведение перед его глазами. Надеясь, что увидев себя со стороны, человек бы начал работать над собой. Именно это бог и делает. Он создает ситуации, в которых человек с недостатками видит свои собственные недостатки в других. Проблема только в том, что часто люди не понимают и не задумываются о том, почему это происходит. Поэтому, когда вы видите человека, который вам жалуется о своих же недостатках, которые он видит в других людях, это не потому, что он что-то выдумывает, это не потому, что он замечает вещи больше, чем другие. Он действительно свидетельствует перед своими глазами. Эти недостатки больше, чем кто-либо другой, потому что Всевышний их ему демонстрирует. Проблема только в том, что он не понимает намек. Поэтому в следующий раз, когда вы увидите что-то плохое в другом человеке, может быть, стоит задуматься, почему бог мне это показывает. Продолжение следует...